Всем российского футбола, друзья! С вами FIFA прогноз. Очередной выпуск Александр Дегтярев, Роман Пленсков. Сегодня проведут для вас очередной матч. Ну давай, ты уже знаешь, что говорить. Давно не виделись. Обожаю эту работу. Итак, сегодня, друзья, мы играем очередной матч российской премьер-лиги, которая, слава богу, не вернулась. Мы можем теперь смотреть качественный российский футбол, но, увы, только по телевизору. Благодаря нашим перевозчикам, это Айрфлот, РЖД. Ребят, вам огромное спасибо за огромные цены на билеты, чтобы вы обанкротились. Так вот, сегодня мы играем Динамо Москва и ФК Краснодар. Краснодар сейчас у нас идет на втором месте в российской премьер-лиге. Пока еще идет на втором месте. Но есть все шансы остаться на втором месте. До первого места, конечно, надо, чтобы Локомотив уже сам проигрывал. Ну и по классике, Александр, ставочки? Давай. Давай, давай, почему бы и нет. В целом, букмекеры считают, что в этом матче фаворит, конечно же, Краснодар. Но не то, чтобы он должен разрывать. Ставки на Краснодар колеблется от 2.25 у Винлайна до 2.28 у 1xBeta. Ну, что в целом говорит о том, что букмекеры верят в победу Краснодара, но не то, чтобы сильно. А на Динамо котировки букмекеров, ну, архи большие. От 3.29 опять-таки у Винлайна до 3.58 у 1xBeta. Ну, а ничейка 3.01, 3.22 в целом тоже достаточно сочный результат. Я лично верю в победу Краснодара, и даже здесь котировка букмекера очень высокая, сочная. Но лично я ставил бы в этом матче на коэффициент total меньше. Команды все-таки, думаю, будут забивать не сильно много. Ну, а мы с тобой сейчас это попробуем, наверное, отцимулировать. Да, и я вот еще раз повторю то, что сегодня мы точно постараемся сделать точный прогноз. Потому что, ну, все шансы. Краснодар сильнее Динамо. Я играю на пловике за Краснодар, Саня играет за Динамо. Ну, да, там без шансов. Поехали! Очередную туру здесь к примеру Риги. Краснодар, точнее, Динамо Москва против Краснодара на стадионе Химки. Че, поехали? Поехали! У меня практически оптимальный состав. Я приблизил его к тому, что играло в Уфе. Играло? Играло, да. А, э, офсайд, да. Я бы пытался забить голешник сейчас первый. А мы его офсайд. Да, но плохо то, что не хотят убирать снег. Из-за чего мы не видим полка мяча. Шунин. И Шатов забивает первый гол в этом матче. Я твое ухо жевал, Шунин. Давай, Федя, надежда русского футбола. Поставил он тебе крест. Нет, Шунин, стой, пожалуйста, воронит. Догонит. Идиот. Охо-хо-хо-хо. Федичка, братан, с Мамаевым, который протрезвел после Монако. Две подачи и два гола, как бы. А моментов-то нет. Просто гол для тебя это не момент. Нет, гол это гол, а момент это момент. И вот момент, который может решить судьбу Шатла. И попал! Хотелось ездить на матчку с Нодаром. Ну, мне бы тоже хотелось посмотреть. Если бы это был стадион Динамо новенький, но не Химки. Тебе придется смотреть на Саранск. Саранск! Ладно, давай не будем о Саранске. Это звучит как оскорбление. Давай не будем о Саранске. Я думаю, все-таки эти... Знаешь, куда ты поедешь? Саранск! Селяне сейчас обидятся на нас, как бы. Пусть обижаются! Вот этот мог! Молодец! 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 Я футболист! Я никогда не видел, что в футболе вот так праздновали голы. В смысле? Кто так праздновал? В роддоме футболисты так и выходят. С дриблингов? Да. А ты знаешь, в чем самая главная проблема Сережи, Рамоса и Пипе? Почему они зарабатывают так много карточек? Пипе в основном. А когда он родился, его родители не пришли. Ну, это классика. Да. Это классика от Феди Смолова, который делает дубль в этом матче. Ну, я думаю, наш счет будет космический сегодня. Нереальный для реального футбола. Не, ну почему 3-1 в первом тайме для этих команд вполне себе? Ну, в принципе, да. Но я уже бегу забивать четвертый. Ну, ладно. Ну, не добежал чутка, бывает. Мне удалось, я. Да. Помогу Черчесову разговаривать. Самое лучшее время! Я выхожу 3-3. Да, нормально. 3-1, конец первого тайма. По статике. Ну, по статистике ты... Пробил чаще. Больше, пробил чаще, но ворота взял только один раз. Потому что я играю... За Динамо, Москва. За Маркова, как бы. Да. Панч уже выпускают на последние 20 секунд, чтобы он выжиг всю оборону соперника. ЦСКА так было. Подожди, за 20 секунд после матча, да? Да. Он их просто сжигает вроде его. Не надо? Не надо. Ну! Решать! Отлично! Ой, 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 ой. Вот тебе видишь, ты ищешь на даче начать забивать. Опять? И футбол игрец, и на дуде дудец. Опять мистер дудец. Классан. Это было четко. Ну, хорошо дело-то, я согласен. Но это было так. Надо было повтор, бляля. Клади! Давай я положу. Нет. Я сам хотел научиться класть такие мячи. Ха-ха-ха! Приключений! Подходить резервному арбитеру к кромке поля и показывать зеленые номера и красные. Это, это, курс доллара и евро, что ли? Да, да, да. Типа обменник, обменник. Оооо! Нормально. Надо заливки петь. Ладно, три минуты дотерпеть. Дотерпеть? Тебе-то? Да, я не хочу катать ничего. Я хочу, чтобы Краснодар стал чемпионом России. Если я сейчас сразу перехвачу, у меня будет еще возможность убежать в одну атаку. Ну ладно, я тебе подарил ее. Ну что? Так бездарно. Фу! Нет, не фу. Вообще не фу. Ну почему там сидят какие-то арабы, болеют за Краснодар? Счет 2-3 в матче. Динамо Москва-Краснодар. Ну, в принципе, этот счет, по-моему, самый реальный, который может быть. Вот сейчас вот все должно быть так. Давай, скажем немножко не так. Разница мячей очень реалистична. В один мяч. Я думаю, Краснодар будет в этом матче выигрывать в один мяч. 1-0, 2-1. 3-2 это уже много для Динамо. Для Динамо. Это много для Динамо. Для Динамо практически всей команды. Но не вратаря. Для вратаря там и 4,5 нормально. Нет, ну Шунин вполне себе неплохой голкипер. Хотя вот не вот в этом, конечно, моменте. В целом, я думаю, этот результат, наверное, самый близкий к реальному. И будем смотреть, как сложится матч. Опять-таки повторюсь, реальный. Ну, мне кажется, сейчас мы с тобой победителя угадали. Да, я тоже на это надеюсь. Друзья, пишите в комментариях, какие матчи вы еще хотите посмотреть. Обязательно пишите. И обязательно смотрите. 10-го марта матч Динамо-Москва против Краснодара на стадионе Химки в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу. И для вас эта программа вели Александр Дегтярёв и Роман Толенсков. Увидимся на следующей неделе, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова